Прежде всего, это не только теоретически, ну, например, чтобы развивать настроение, чтобы развивать энергию, ну, в практике надо. Поэтому, что-то, конечно, теоретически говорим, оттуда упражнение, или как индивидуум, или с другими, на парах, например, или на группах. В конце концов, эта программа для кого это? Это для, скажем, лидеров Духа. Предполагается, что у них есть свои проекты. Нам хочется способствовать им, как развивать их проекты. Таким образом, будет позитивный сет в обществе, больше, больше, больше. А таким образом, постепенно, постепенно вводим универсальный принцип в обществе. Так. Поэтому программа, прежде всего, это практичная программа. Не только теоретическая программа, не только академическая программа. Есть мудрость, а есть тоже практика. И так, и так. Это один момент. Второй момент. Ну, как, что будем делать? У нас есть материалы. Ну, например, есть диски, веб-сайт, у нас есть материалы. Тоже есть книги. Можешь спокойно сидеть дома с книгой или с компьютером, работать таким образом. Это один образ. Но что-то не хватает. Потому что, в конце концов, что нам надо? Настроение. Откуда настроение происходит? От тех, которые имеют настроение. Поэтому, в конце концов, лицам к лицам надо встретиться с теми, которые способствуют этому процессу. От семинаров, лицам к лицам. В выходной, например, прежде всего. Второй шаг, или следующий шаг, не только в выходной. Потому что это достаточно коротко. Ну, недельно. А, наверное, не только. Ну, можем проводить семинары, ну, в городах где-то, аренде зала где-то. Но, в конце концов, надо на земле. Потому что это практичная программа. Каким образом, ну, каким образом способствовать развитию общества? Поэтому, на земле. У нас будет центр, где можем проводить семинары, люди будут там жить, будет там проекты даже. А кто-то может, ну, способствовать проектам там, на земле. Тогда дальше. Есть, ну, если кто-то хочет дальше идти, как у нас есть научное, научное доказательство, что база этой программы совсем как самоочевидна, а бесспорно тоже. Поэтому это реальность. Программа – это реальность. Вот эти принципы, они реальные принципы. А духовная жизнь – это реальная жизнь. Бесспорно. Каким образом сам себя понимать, а тоже показать другим, ну, согласно их желанию понимать. Не всем может быть. Тогда, как понимать, ну, вот эти, как, качества материальной природы, каким образом они работают в важных сферах жизни. Знания, сотрудничество, индивидуальность, как, ну, отношения с Господом, отношения с самым. Как разнообразные подходы. В каждом сфере есть, как что, особенные подходы. Как это работать, каким образом улучить свой подход к жизни в этих сферах. Тоже, духовная экология. Что это такое духовное руководство. Практично тоже, теоретически понимать вот эти принципы. Тоже, каким образом члены разнообразных конфессий, они могут соглашаться до некоторой степени, а сотрудничать. Вместе с того, иметь конфликт между собой. Ну, вот это, а тоже есть, ну, как искусство, наука, каким образом можем общаться с, ну, абсолютной истиной. Ну, вот это точно там есть. Поэтому, прежде всего, можешь дома, тогда, ну, небольшие семена, тогда больше семена, а тогда, ну, гораздо больше понимать подробно, а быть более-более-более способным, способствовать другим. А таким образом программа развивается в обществе, а общество сам, как сам себя, растет, развивается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok